В нашей повседневной жизни мы часто сталкиваемся с отголосками великой истории. Все эти инструменты, предметы, обычаи, рассказы часто становятся основой нашего мировоззрения, да и самого окружающего нас мира. А вы когда-нибудь задумывались об истоках своих обычаев? Будь это утренняя чашка кофе, или мыло, которым вы моете руки, или же университет, в котором вы учитесь? Что послужило их началом? Вам, наверное, никогда и в голову не приходило, что все это изобрели мусульмане. Новости об изобретении вакцины против COVID-19 стали не просто великим событием. Они одновременно вызвали чувство гордости среди мусульманской общины, поскольку двое медиков-разработчиков, вызвавших главный прорыв в мировой гонке за вакциной, были уроженцами Турции. Однако мало кто из нас знает, что сам процесс вакцинации был бы невозможен без самых первых прививок, которые появились на Западе благодаря Османской империи. С учетом того, что история повторяется, давайте вспомним несколько других важных открытий, которые пришли к нам из исламского мира. Номер один. Кофе. Кофе, или же кахуа, изначально выращивался в Эфиопии и использовался в качестве корма для скота. Именно тогда скотоводы обратили внимание, как домашние животные становились резвее и активнее после употребления сырых кофейных ягод. Позже кофе появился в Мекке и Медине, а еще позже в Алеппо и Константинополе стали открываться первые кофейни. На протяжении многих веков кофе оставался традиционным напитком в мусульманском мире. Интересно, что своей мировой популярностью он обязан мусульманским купцам и торговцам. Сегодня это один из самых продаваемых и ценных товаров в мире. Ежедневно в мире выпивается более 2,2 миллиардов чашек кофе. Под номером два. Химия. Чистоплотность была отличительной чертой мусульман еще во времена, когда в Европе купание все еще считалось вредным для здоровья. Благодаря ученым золотой эпохи ислама, область под названием алхимия постепенно сформировалась в науку, известную нам как химия, которая в свою очередь повлекла за собой возникновение множества новшеств. Возьмем даже такие методы, как дистилляция, выпаривание, фильтрация и рафинация. Благодаря мусульманским ученым была выведена общая рецептура для производства мыла, которой мы пользуемся и по сей день. Под номером три. Университет. А вы знали, что широко известные в исламском мире медресе являются прототипом современных университетов? С учетом того, что стремление к знаниям является основополагающим принципом в исламе, в марокканском городе Фес на базе мечети в 859 году Фатимой Аль-Фигри был впервые основан университет Аль-Караваин, который вскоре стал духовным и образовательным центром, заложившим основу для создания современных институтов высшего образования. Как ЮНЕСКО, так и Книга рекордов Гиннеса официально признают этот университет старейшим функционирующим высшим учебным заведением в мире, который проработал уже более 1200 лет с момента своего образования. Под номером четыре. Фотокамера и оптика. В 1000 году ученый по имени Ибн Аль-Хайзам доказал, что зрительный образ предметов у человека получается при помощи естественного света, отражающегося от них и попадающего в глаз. Таким образом, он опровергнул древнегреческие воззрения Платона и Евклида, считавшие, что лучи света испускаются глазом. Приблизительно в это же время ученый по имени Ибн Юнус создает устройство, ставшее известным как камера-обскура или же фотоаппарат с точечным отверстием. Это и есть предшественник современных оптических фотокамер, используемых в ультрасовременных смартфонах и зеркальных фотоаппаратах. Ранее этот метод наблюдения объектов часто использовался для исследования затмений. Исламские ученые на много веков раньше Запада установили, что Земля обладала сферической формой и уже тысячу лет назад смогли рассчитать длину окружности Земли с точностью до 200 километров. Под номером 5. Цифры Цифры, которые повседневно используются на Западе, пришли из мусульманского мира посредством торговцев и купцов из Индалусии, современной Испании. Многие разделы математики, такие как алгебра, тригонометрия, основы криптографии и алгоритмов, были изначально созданы или же популяризированы мусульманскими учеными и сегодня служат основой цифровых технологий, устоявшихся как образ жизни 21 века. Под номером 6. Летательный аппарат и коленчатый вал. Аббас ибн Фарнас считается первым человеком, который еще в IX веке осуществил управляемый полет, используя для этого свое приспособление из перьев, шелка и натянутой ткани. Автоматизация – еще одно направление, получившее широкое применение благодаря множеству изобретений мусульманских мыслителей. Известный ученый XII века Аль-Джазари изобрел коленчатый вал для использования в системе орошения. Именно это изобретение стало важной механической деталью, благодаря принципу работы которой на свет появился первый велосипед и двигатель внутреннего сгорания, широко используемый в современных автомобилях. Под номером 7. Больница. История больниц в том виде, в котором мы их знаем сегодня, с палатами и учебными конференц-залами, ведет нас в Египет IX века. Первым таким медицинским центром была больница Ахмада ибн Тулуна, основанная в 872 году в Каире в качестве приюта для больных. Больница Тулуна оказывала бесплатную помощь всем нуждающимся. Известная практика, сложившаяся на мусульманской традиции по уходу за больным. Из Каира идея создания лечебниц распространилась по всему мусульманскому миру, став источником вдохновения при создании современных медицинских учреждений и научно-исследовательских центров, принятых сегодня во всем мире. Субтитры создавал DimaTorzok